Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и продолжаем проходить игру Darkwood И сегодня у меня в планах Спасти улитку Ну и Посмотреть территорию, хорошенько сходить в центр озера, глянуть что у нас там Ну и думаю потом Пойти к коллеге, сплавать Баллоны у нас есть с кислородом Так что я думаю это будет самая замечательная идея В общем посмотрим что мы успеем с вами сделать Так забираем это Фонарь, что нам батарейка не нужна Лопата, а какая у меня лучшая интересно По моему которая у меня сейчас стоит в данный момент Правда она немножко у меня покоцанная Ну да ладно, хватит Два патрона есть Для дробовика есть Так что можно отправляться В прошлой серии я немножко не успел Времени у меня не хватило Разобраться с загадкой про улитку Но сейчас я думаю что все будет хорошо Опять болото у нас Но думаю здесь все будет тихо Так что никто у нас не потревожит Ну давай заберем эти грибочки на дорожку А погоди-ка А гаденыш Ныкается Получилось Надеюсь не пропалит меня Оу, абориген идет, смотрите-ка Давненько я их здесь не видел Куда побежал? Эй Ахламон Так ребята Раньше они гоняли нас А теперь гонять будем мы их Таблетки, посох В принципе хорошо Бочка Ну что же, довольно неплохо Побежал от меня Испугался Оу, везуха-то какая Два газовых баллона Слушайте И Дверь Ключ не подходит Ага, понятно Деревянная дверь Тогда у меня есть один неплохой вариант Давайте-ка Блин, нет места в инвентаре Что ж такое? Может быть Давайте выкинем посох Заберем баллон Ну вы поняли наверное Что я хочу сделать Сейчас подорвать эту дверь Выставим баллон Бомбанем по нему И он по идее должен Разбить дверь Так, вот баллончик Давайте сюда его выставим Устанавливаем Да, как раз где-то вот так он должен быть И лопатой сейчас мы по нему Бомбанем Подальше Отойдем немножко Шикарно И я прям видел Как эта дверь там Разнеслась в хлам И у нас здесь шкаф А в нем Смотрите-ка Ткань Ух Практически то Что нам нужно Ткань мы естественно Продадим за деньги За 250 очков Тряпка Давайте вместо гриба Конечно Хотелось бы забрать Тот баллон Второй Но Места у нас нету Поэтому наверное Вернемся Выложим все Вот мы и добрались До свалки Давайте установим Наверное фонарь себе Он правда Немножко уже Поюзанный Но я думаю Хватит нам здесь Осветить Я не помню Правда Где она находится В каком месте Знаешь Что куда-то Вглубь Надо спускаться Потом будет Поворот Направо Опа На Камень светящий Вижу Надо будет Его забрать Куда А вот он Ёлки-пал Я думаю Уже исчез Так Ну тебя еще Тут не хватало А Попандопало Получи Что там у него Мясо Так Может быть Здесь ниже Надо спуститься Я вот не помню А тут то что У нас такой Ящик какой-то Оу Пес Видимо Я здесь даже Еще и не был Хорошо Так Мясо Забираем И посмотрим Что в ящике Лежит Ну да Очень хорошенькая Мне Ага Трубка Канистра И тряпки Вообще Хорошо Так Трупец Лежит И опять У меня Засада С местом А Ну на этот раз Я даже не знаю Стоит ли возвращаться Да что такое Кто там Опять Тварина Причем Не одна Да сдохни ты уже Ладно Мясо мы не будем Брать у них У нас и так Места нету И мне такое впечатление Что мы идем Вообще Неправильной дорожкой Здесь я не был Ох ты Дикарь Готов Кто то еще Ага Ты посмотри Каблин Давненько Я их не встречал А тут смотрите Как пчелы На мед Слетелись Ладно Ничего нам От них не надо Подкрепимся Маленько И Оу Я бегу Обратно К вертолету Это означает Только одно Что действительно Мы с вами Идем Неправильная дорожка Нам надо Возвращаться Надеюсь на этот раз Мы бежим Правильной дорогой Так Погоди Да Ребята Вот они Улитки Эти дохлые Валяются Все пучком Сейчас мы Ее найдем Как раз Она будет у нас Лежать на домике Так И вот эти вот Нити Меня беспокоят Значит У нас Получается Как Если меня Глаз видит Точнее Закрывается Ухо Открывается Открыть Елки-палки У меня оказывается Ключ был от сарая Ну вот Что и должно Было Получиться Так Нужно Чтобы Глаз Меня видел А он Не видит Потому что Мешает Какой-то Шкаф Давайте Его отодвинем Отсюда И как раз Будет Зона Видимости Вот Так Вот Ну-ка Проверим Теорию Мою Все Верно Ребята Все У меня Получилось Так А вот Они Эти Нити Ведут Куда-то Елки-палки Что Происходит Это Трава И Что Оу Наросты Странный Пульсирующий Нарост Кажется Очень Мягким Ну У меня Только Один Вариант Так Так Вот Сделать Я Освободил Улитку Новую Запись Заменики Я получил Так Тихо 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 Что Это За Звук Я Надеюсь Тут Никто Не Прилетит Не Прибежит Не Появится Ладно Пойдемте 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 Сходим С вами К Улитки Посмотрим Ушла Она Нет Странно Почему Она На месте Еще До сих Пор Ну Ну Пойдем Наверное С ней Поболтаем Я Снова Свободен Когда Ты Завтра Сюда Вернешься Меня Уже Не Будет Я Последую За Ее Голосом А Ты Можешь Остаться Тут Жить Даю Слово Ну Здравствуйте Приехали Это Мне Придется Еще Сутки Переждать Чтобы Ты Исчезла Отсюда Ладно Выбор Невелик Время У нас Ребят Поджимает Нам Пора Бежать Домой И Уже Следующим Утром Сюда Прибежим Возлагаю Все Свои Надежды На То Чтобы Ночка У нас Здесь Прошла Спокойно Как Видите Я Не Стал Заморачиваться Не Стал Ставить Капканы Всякие Тут Баллоны Просто Спрятался Тупо За дверь Кто Там Выдавил Меня Гад Псина Ладно Давайте Еще разок Спрячемся За дверь Вот Так Вот И Будем Здесь Стоять Уже Кто Кто Идет Дайте Я Наверное Возьму Дробовик Да Возьмем Дробовик Ломится Я вижу Вон Только Щепки Летят До Двери Мои И Уже Разбили Ее Пес Наверное Мне Придется Его Застрелить Сейчас Мы Его Грохнем Отлично Так Вылез Жук И Пошел Все Начал Опять Свою Плесень Тут Распылять Но Я Отсюда Никуда Не Вылезу Времени У нас Пол Второго Ночь Как Говорится Только Началась И Будем Ждать Кто Следующим У нас Тут Появится Ост Осталось Утро 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 И Кто Как Навестить Навестить Так И Появись Нет Смотрите Опять Этот Членисторукий Все Ребят Мы с вами Переходим Уже На Какой там У нас Пятидесятый День Замечательно И Репутация У меня Увеличилась На 250 Пунктов Вырубаем Так Надо Здесь У него Затариться Торговать Кстати У нас же Тут И Тряпки Оу Чего Только Нету Сейчас Мы С Вами Озолотимся Так А возьмем Мы У него Вот Это Все Патроны Ну Больше Мне Ничего И Не Надо Так Ну Ка Давайте Ка Заглянем На Верстак Там По-моему Тоже У нас Еще Много Чего Есть Факел Надо Сделать Факел Я Сейчас Буду Сжигать Плесень Которая Там У нас Расплодилась Она Мне Там Вообще Не Нужна Бревно Ну Это Мы Распилим Сейчас И Сделаем Себе Досок Доски Нам Нужны Чтобы Починить Дверь И Окно Гвоздики Так Надо Починить Не Хватает А Не Хватает Материалов Понятно Ну Что же Давайте Тогда Пилить Пилите Шура Пилите Они Золотые Ой Куда Я Их Выкинул Т Торговать Чтобы Нам Продать Ему Что Нам Не Нужно Давайте Наверное Фонарик И Я Думаю Что Гвозди У нас Их Все Равно В Инвентаре Дофига Сколько У нас Получится 169 Очков Лампа Ну Смысл Тоже Ее Держать При себе Нету Давайте Так Сделаем 179 Очков Я Думаю Это Неплохо И Давайте С вами Идти К улитке Глядите Действительно Она Не Обманула Меня И Освободила Этот Дом Как Тут Зайти То В Него Ага Вот Здесь Что Такое Там Светится Не Могу Понять Какой Это Ужасный Дом Весь Крепит Трещит Блокнот С тех Пор Как Нас Затопило Мы Голодаем Я Поймал Пару Улиток И Жаб Лучше Чем Ничего Я Решил Все Кроссворды Которые Нашел В Прошлом Году В Старом Шкафу На Свалке Все Что Мне Осталось Это Делать Записи В Дневнике И Прислушиваться К Странному Радио Через Два Дня Я Снова Пойду На Свалку Может Найду Какой Нибудь Магнитофон Или Еще Что Нибудь Чтобы Записать Этот Странный Сигнал Мне Кажется В Нем Есть Какой То Смысл Я Голодаю Жру Траву И Что Получится Выловить Из Воды Сегодня Я Опять Видел Странные Фигуры Между Деревьями Это Не Местные Они Не Прячутся Они Были Странно Одеты Но Я Был Слишком Далеко И Не Разглядел Кроме Того Я Один А Их Как Минимум Трое Может Я Брежу А И Оставил Их На Потом У Меня Нет Сил Их Таскать Возможно Ли Что Этот Сигнал Идет От Старой Радиовышки Она Упала Несколько Лет Назад Да Так Лежит Лес Отрезал К ней Дорогу Но Других Сигналов Из Вне Ведь Не Поступает Это Точно От Радиовышки Мне Нужно Отдохнуть От Радио Я Слышу Этот Голос Дома Написал Ну А После Этого Наверное На него Упала Улитка Шкаф Ух ты Шикарна Карта Карта Радиовышки Ну Туда Мы Уже С вами Не Пойдем Делать Нам Там Нечего Мы Получили В принципе Все Что Хотели Оттуда На Полу Лежит Куча Заржавевшей Радио Аппаратуры Старые Магнитофоны Да Порванные Ленты Все Покрыто Слизью Капающей Сдрявого Потолка А также Я вижу Труп Какой-то Лежит Мертвое Тело Мертвое Иссокшее Тело Поросшее Мелкими Корешками Вот он Кстати Этот Хозяин Походу Дела Да Ну Что же Тут Получается Вообще Ничего Нету Кроме Записки Оу Тихо 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 Не надо Не надо Тут Никого Призывать Только А Странные Крики Кстати Так Кричат У нас Кто Банши Это Их Нерев Тз Ты Здесь И Взорвалось К ядре Не фене Оно Да Я Здесь Но Ловить Мне Здесь Больше Нечего Поэтому Я Отсюда Наверное Буду Сваливать Результат Мы Спасли Просто Улитку Для того Чтобы Прочитать Записку Оно Я думаю Того Не стоило Ну Хотя Мы Сделали Одно Доброе Дело С вами Мрачное И Странное Болото Мне Ребята Подсказали Что Надо Сходить В середину В Самый Центр Его И Там Что Будет Полезное Честно Говоря Не знаю Что здесь Будет Но Проверить Стоит Погоди Ка Где Ты Вот Она Вот Она Ай 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 Ну Смотри Какая Прыткая Вот Она Гнида Ух Ну Быстро Мы с ней Справились Однако Ладно Продолжаем Исследовать Болото А как Узнать Где Здесь Центр Все По-моему Я из него Вышел Уже Нет Наверное Надо Сюда Куда Тойти Там Где Глубина И Темнота Вот Сюда Скорее Сюда Я Нифига Не Вижу У меня По-моему Даже Лампы Нет С собой Что Тут Такое Честно Говоря Что-то Как-то Мне Очковато Туда Ити Фонарик Есть Зато Давайте Включим Его Черт Подели Вообще Кромешно Тихо Кто Там Что Такое Было Ребят Смотрите Тут Какая Это Чертовщина Творится Не 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 Только Не Пожиратель Он Нет Точно Он Оу Да Тем более Такой С которым Ничего Сделать Нельзя Как Их Уничтожать Я Ума Не Приложу Еле Ползет По этому Болоту Гад Мне Только Это На руку Ладно Давайте Еще Разок Бомбанем Нет Ему По Барабану Ладно Все Придется Мне На этом Наверное Закончить Обследование Болота И Смотаться От него Черт Не Отстает А Ну Раз Он Медленно Бежит По Воде Значит Мы От Него Сможем Здесь Оторваться Хотя Я тут Тоже Не Особый Бегун Тихо Тихо Я надеюсь Он тут Один У нас А то Представьте Там Какая Шаблайх И Распишут Меня Здесь По Полной Программе Блин И хочется Туда Сходить И колется Блин Боюсь Там Отдуплиться И потерять Опять Рюкзак За ним Возвращаться В общем Так Не будем Мы здесь С вами Задерживаться Побежали До дому Время Уже Все-таки Четвертый Час Переночуем Дальше Решим Что будем Делать Темная Ночь Только Федя С ружьишком Стоит На Посту На Своем Время У нас Близится К ночи Так что Будем Ожидать Очередных Сюрпризов В эту Ночь Я Слышу Тебя Псина Ты Где-то Здесь А Вот Только Где Оп Как Ты Лихо И Опять Она Всю К Этому Окну Чтобы Не Доломало Мне Пришлось Ее Прикончить Сейчас Будет 0 0 0 0 И Начнет Всякая Шалупень Наверное Вылазить Смотрите Довольно Тихо И Я Даже Спокоен Буду Развивать В себе Внутреннюю Гармонию Кружицу Но Да Ладно Не Может Такого Быть Чтобы Эта Ночка У меня Прошла Тихо И Гладко И Осло Сто У нас Ребятушки Только Лишь Одно Одно Задание Это Сходить К Старику Поджечь Дерево Ну А дальше Там Увидим Что Будет Происходить Тихо 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 Это Это Так И Знал Так Я и Думал Не Тут То Было Скалопендра Не Зря Я Себе Здесь Поставил Три Фонаря Так А вот Эта Фигня Мне Не Нравится Она Меня Выгнал Из Моего Укрытия И Стою Я тут Как Тополь На Плющихе Виден Всем Заходите Здравствуйте Федя Готов Распрощаться С жизнью Да Не Тут То Было Нас Просто Так Не Возьмешь Верно Ребята Черт Это Окно Еще Раскрытое Блин Дверей Нету Но Тем Не Менее Уже Четвертый Час Сейчас Если Это Погонь Уйдет Я Обязательно Прячусь Опять За дверь Если Успею Ну Давай Ты Исчезай Уже Хорош Тут Пылить Давай Почти Пять Часов Я Даже Не Против Если Она Тут Будет До Утро Но Главное Чтоб Больше Никто Не Пришел Наверное Так Оно И Будет Тогда Это Хорошо Это Будет Очень Круто Нет Все Так Она Счезает Давайте Кому Так Мясо Заберем От Скалопендры Дверь 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 Что с Дверью Что Не Открывается Дверь Хотя Тут Уже Да Блин Да Вот Я Уж Думал Дверь Не Смогу Открыть И Опять В свое Укрытие Ай Слишком Много Федя Ты Слишком Много Закрыл Дверь Нас Видно Как Облуплен Здесь Оу Псина Видит Меня Нет Видит Черт Подери На Ну а теперь Уже мне ничего не страшно Потому что 10 секунд Осталось подождать И будет утро Есть 51 день же у нас Да Именно Он Ух Троица 250 очков Репутации Побежали Как всегда К ней Ну что Родные мои Давайте Забирайте Мясо Все Весь этот Ненужный Хлам Слушайте У нас Столько Очков Что Мы можем Здесь Все Что Хочешь Купить Таблетки Давайте Вот Это Возьмем Проволочка Пригодится Сейчас С вами Затаримся И побежим К дедушке Калеке Сжигать Наверное Дерево Да Пожалуй Так и сделаем Вот Кстати Доски Надо было Мне сразу Здесь Покупать Чтобы Не искать Там Ничего Купил 15 досок Заколотил Сразу Все окна Двери И все Ништяк Подожди Я что-то тут По-моему Набрал Себе У меня Меса То есть Нет Конечно Давай Вот так Сделаем Другой Разговор Ладно Ребята Побежали Короче К старику Ну А вот И вход У нас В деревню На болоте Так У него Есть Что-нибудь Нету Куча Трупов Валяется Везде Грибы Надо быть Аккуратным Вы еще Не забывайте Что Здесь У нас Ходит Темный Где-то Пожиратель От которого Я Убегал В прошлых Сериях Я его Так Кстати И не Убил Что Тут Опять Скрипит Где-то Корни Так Сломанный Колодец Он нам Не нужен Да-да Вот Они Корни Тут У нас Какой-то Костер Грит Если Честно Я уже Забыл Где у Нас Находится Дед В какой Стороне В каком Домике Хотя Наверное К нему Не обязательно Идти У нас С вами Другая Цель Это Сжечь Дерево Батарейка Акваланги У нас Есть Акваланги Кислородные Баллоны Надо Найти То Место Где Надо Нырять Тут Чисто Давайте Ка Возьмем Лампу А че Она Не светит Как-то Жиденько Так Трупец А пошмонали Мы тогда Нет Да Чистый Значит А вот И дед У нас Где-то У нас Там Сидит Наверху Значит Мы идем В правильном Направлении Где-то Вот здесь Должен быть У нас Я не помню То ли На болоте То ли Это где-то В трюме Водная Воронка Будет Так А здесь Мы были Да Здесь По-моему У нас Захламлено Мы не сможем Сюда Пройти Если Мне Не Изменяет Память Это Будет Где-то Выше С Обратной Стороны Судя По Оставшимся На нем Следам Можно Предположить Что Кто-то Пытался Но Безуспешно Его Открыть Это Скорее Всего Был Я Я Его Пытался Но Безуспешно Открыть Что Тут За Ворчание Такое А Говорящее Дерево Дерево Гигантских Размеров Его Кора Находится В Постоянном Движении Сначала Набухает А потом Опадает Как Грудная Клетка И я Вижу Растущие Из пня Силуэт Людей Они Тоже Двигаются Будто Жестикулируя В Замедленном Темпе Десятки Говорят Одновременно Их Речь Сливается В Шумное Неразборчивое Бормотание Сквозь Толстые Ветви Я Замечаю Взгляд Мужчины Он Смотрит Прямо На Меня Его Тело Как И Других Стало Неотъемлемой Частью Дерева У Него Искривлены Конечности И ужасно Обезображено Лицо Он Единственный Кто Замечает Меня Его Рука Легко Поднимается Указывая Дерева Вот оно Как Смотрит Какое Противное Дерево Пнуть Дерево В надежде Что Голоса Замолкнут Попробовать Залезть На дерево И читать По губам Говорящие Со мной Фигуры Хоть Фигура И очень Медленно Выговорит Слова Она Находится Слишком В закол Чтобы Я мог Читать По губам Мне Кажется Что Одним Из Слов Может Быть Радио Или Что-то С этим Связанное Может Быть Залезем Корослистка И мягкая Мои руки И ноги Соскальзывают И я чувствую Как выступающие Из пня Руки Хватают Меня За одежду Я Не знаю Хотят Ли Они Стянуть Меня Вниз Или Притянуть К себе И я С трудом Вырываюсь Подъем Невозможен Я Бьюсь Со всей Силы В пень Ломая При этом Веточку Растущую Между Корней Больно Тихий Голос Доносится Прямо Из-под Ног Это Голова Вросшаяся В корни Человека Он Весь Покрыт Корой Его Губы Торчат На Высоте Всего Несколько Сантиметров Над Болотом А Поднятые Верх Руки Напоминают Ветки Кошмар Одна Из них Сломана В локте Из Культи Течет Липкая Вязкая Субстанция Которая Вместо Того Чтобы Течь Вниз Медленно Залазил И читал По губам Уйти Только Остается А Смотреть Можно Мне едва Удаётся Расслышать Разговоры И Пререкания В странном Шуме Исходящие Откуда-то Из ветвей Вы Все У нас Забрали Кричит Старик У которого Из-под Тесно Сбитых Тел Торчат Только Макушка И плечо Украли Воры Суки Да Дети Рядом Со Стариком Болтается Из стороны В сторону Голова Женщины И повторяет Мы были Голоды Мы были Голоды Другая Фигура Прячущая Лицо Под огромным Корнем Истошно Вопит Тихо Тихо Мать твою Оставьте Нас В покое Замолчите Вмешивается Висящий Возле него Мужчина С выпущенными Кишками Это была Наша Общая Общая Еда Вы Ее Украли Вау Высоко Укроны Две фигуры Висящие Лицом К лицу И сросшийся Со стволом Руками И ногами Пытаются Загрызть Друг друга Охренеть Картина Это ад Какой-то Я замечаю Улыбающийся Личика Поглядывающие На меня Из громады Спящих Сбитых В одну целое Голов Не обращая Внимания На окружающий Хаос Она молча С любопытством И уважением Ко мне присматривается Совсем рядом Здоровяк Спокойно Мурлычет Дерево Ну что же Так Ну все Можно уходить Отсюда смело В общем Это дерево Нам нужно Сжечь Как я понял Что такое Что тут Выделяется Тело Осмотрено Уже Ага Вот он Этот люк Ребята Подвальный Вот здесь Как раз У нас И будет С вами Воронка Водяная Куда мы Сможем Занырнуть Опять Этот Смертельный Свет Главное Не смотреть На него И тогда Все будет Хорошо Здесь Ага Не тупик Но мы туда Не пройдем С вами Так ведь Или пройдем Нет Не пройдем Ладно Давайте тогда Вот сюда Повернем С вами Вот она Вот она Вода А вот Вот она И воронка Ну не воронка Скажем так Просто Какое-то Ущелье Водное И опять Нас тут Начинает Глючить Прям В воде Уже Ну давайте Посмотрим Что на этот раз Они нам Хотят Показать Очень много Ящиков Очень много Большая Бочка Большая Позеленевшая Бочка Судя по запаху Внутри Полно Бензина Слушайте У меня Такое ощущение Что я В данный момент Нахожусь Как под водой Но Тем же Временем У меня Ничего Нету Да Это Обычный Глюк Опять Этого Федю Глючит Начинает Так Что тут Есть Да Ничего Не изменилось По-моему То же Самое А Вернуться Я уже Не могу Хитро Так Погоди 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 Не надо Ломиться Сюда Кыш Открой Здорово Да И никого Опять Нету Что Что это Ящики Вскрываются А это Кто лежит Не могу Понятно Корова Да Да Именно Дохлая Корова Ладно Посмотрим Что дальше Будет Ничего Это они Меня так Хотят Напугать Что ли Открытием Ящиков И Дохлой Коровой Но Это у Них Не Получится Я еще Не Такой Видел А это Что Такое Ага Так Ну это Понятно Большая Топор Я Что-то мне подсказывает, что мы должны будем сейчас эту бочку разбомбить. Ну-ка. Ать, не горит. Что у нас тут такое? Тупик. Ладно, поехали далее. Что за звуки? Кто-то ломится или... Баррикада. Импровизированная баррикада, блокирующая дверь в подвал. Кто-то или что-то пытается пробиться с другой стороны. А, сюда ко мне якобы? Что ты делаешь? Ты нас всех убьешь! Прекрати! Да вот дудки. Оружие сломано, нужно починить. Ой-ой-ой, а я что? Оу, фак! Ну-ка, 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 нафиг. Ай! Факелком-то я тебе сейчас... А? Нравится? На! А смотрите-ка, факелом бью. Жизни-то у нее уменьшаются. У тварины. Да иди ты сюда! Так, отлично. Еще немножко осталось. Блин, ты черт тебя подери! Не успел. Меня она закормсала быстрее. Ладно, тем не менее, это был всего лишь сон. Так. Так. А это мы уже выплыли с вами наружу. Будем смотреть, что здесь происходит. Это я уже где-то под землей, я так понимаю. Потому что везде корни. К ящике. Куча пустых, трухлявых, деревянных ящиков, заросших маленькими корешками. И причем здесь ничего нету. Абсолютно пустые. Все. Рюкзак. Факел. Но факел-то у меня есть. Оу! А это бочка. Кстати, это мне напоминает сон. Или видение. Ну, в общем, которое только что недавно мы видели. Этот тоннель выглядит по-другому. Его прорыли люди неаккуратные в спешке. Он чудом еще не обвалился. Блин, смотрите, а что там такое, не могу понять. Тоннель впереди завалил. И сквозь щель я вижу огромные пульсирующие корни дерева. Может их можно как-то уничтожить? Фига там корни. Там как зародыш целый какой-то лежит. Давайте попробуем с вами факел. Может быть помахаем, подожгем что-нибудь. Так, ну что, вроде бы все. Да нет, бери факел давай у меня, Федя. Ага. Ничего у нас не выходит. Значит, этот фокус не прокатывает. А если мы кинем туда коктейль молотого? Не, ребята, это бред полный. Давайте-ка что-то делать здесь. Вентиль. Вентиль заржавел, но вроде еще работает, судя по запаху внутри бензин. Открыть. Я хватаюсь за него и со всей силы пробую его открутить. Внезапно вентиль ломается. Из цистерны начинается литься бензин. Он медленно истекает вниз по проторенному рядом туннелю. Ух ты. Ну-ка, давайте поджигать, наверное, с вами. Бензин-то как раз потек туда, где находятся мясистые корни дерева. Фокелочком сейчас подожгем. Ай, куда ты лезешь-то, елки-палки? Немножко загорелись. Ладно, надо подкрепиться маленько. Давайте подхилимся капельку. Я что-то не слышу, чтобы там что-то орало. Ну, пламя там будет здорово, фор загорел. Смотрите. Шикарно горит. Оу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И что мне теперь делать? Ну-ка, давайте-ка сюда сбегаем. А тут, видимо, тупик, ребята. Помните? Введение нам было. Что тут все закрыто, да? Баррикады импровизированные. Вариант только один. Вообще отсюда выбираться. Тупик в тоннеле, прорыли корни. Мне это ни о чем не говорит абсолютно. Я думал, что можно как-то вот здесь вот просочиться. У меня же есть вроде как оружие какое-то, да? Там у меня сломался топор. Когда я крошил. Ну-ка, давайте-ка сейчас мы попробуем. Ага. Вообще. Вообще не реагирует. Как будто просто пустота здесь. Ясно. Тогда все понятно. Нам надо отсюда вообще выбираться. Ладно, ребят, побежали тогда. Вот она лестница. Давайте выбираться. Ёлки-палки. Тут что ли? Громадное дерево так просто огню не подается. Его огромные ветви извиваются, напрасно пытаясь потушить огонь. Завтра утром от него останется только пепел. Завтра утром? Вы на что намекаете? Что опять мне придется день ждать? Ух, как горит-то четко. А может быть мне нужно подойти к старику и с ним пообщаться? Шкаф. Ага, тут мы все посмотрели. Ладно, давайте, наверное, сбегаем к дедушке. Может быть он нам что-то скажет интересного. Он где-то здесь. А, вон он. Вон он стоит. Я вижу его. Давай, дедуля. Подскажи мне что-нибудь. Старик, как загипнотизированный, всматривается слепым глазами в огромное пламя, охватившее дерево. Сейчас он будто бы отчетливо все видит. Оранжевый свет падает на его неподвижное спокойное лицо. Дед в шоке пребывает, короче. Ладно. Ну что же. Вывод у нас сейчас в данный момент только один. Нам нужно идти домой, ночевать и на утро уже возвращаться сюда. Больше никаких вариантов я не вижу. Ух, побежали. А времени-то еще одиннадцать часов только дня. А ну-ка, дайте-ка я ее открою. Я помню, что вы мне присылали пароль от этой двери. И заодно узнаем, что там лежит. Так, отлично. И вижу пока только цветочки. Какая духота. Тяжелый, сладковатый аромат цветов сливается с запахом гнили. Ёлки-палки, это что там? Старый дневник. Страницы склеились в один гнилой комок бумаги. Внизу написано. Радиовышка. Спуск 21. 12.00. Ковальчик. Щенковский. Стримальчук. Зелинский. Сверху виднеется надпись. Диабольские рога. Орга. Остальную часть надписи невозможно разобрать. Понятно, что ничего не понятно. Они все меня хотят туда отправить. Был я уже на радиовышке, нечего там делать. Тело. Разлагающее тело. Вроде молодого парня. Слушайте, у него в руках... Да, да, да. О, вот как можно было еще получить баллон. Можно, значит, у слоненков. И вот в этой будке. В этом сарае старом. Ну что же, больше здесь нам делать нечего. Тогда побежали еще что-нибудь посмотрим. Честно говоря, не хотелось бы мне встречаться здесь с пожирателем. А тем более с теневым. Странный гриб, понятно все. Так, ладно, ребята. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Аномальная зона. Так, я вижу скелет. Тихо ты. Капкан. Проволочка. Пригодятся. Смотрите-ка, здесь... Какие-то домики даже были в свое время. Это на этом-то болоте. Дверь подпирает чем-то снаружи. А как же мне туда... Как же мне туда попасть-то, а? Ну давайте я попробую обижать, может, в конце концов. Вообще жесть какая-то здесь происходит. О, нет. Это же труп, который оживает. Теневой причем. Так, грибы. И... И все. И тупик. Блин, нет, 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 нет. Все-таки ожил. Ожил где-то пожиратель. Давай, 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 Федя, сматываемся. Короче, ребят, вы меня уж извините, что я не так обследовал это болото, как, наверное, хотели бы вы видеть. Но, сами видите, эти теневые пожиратели, с ними так-то тяжело справиться, а с этими вообще практически невозможно. Ну, я думаю, что там не настолько важное что-то находится, что стоит на это терять много достаточно времени. Ладно, ребят, времени у нас седьмой час. Нам нужно добежать до дома, переночевать. Ну, а дальше вы сами знаете, мы пойдем смотреть на пепелище дерева. О, щет, ты-то откуда взялся, а? Хмыреныш. Так, упавшее дерево. Блин, главное ее успеть. Ну, что получится, то получится. Лишним это не будет. И, наверное, еще вот сюда, вот, на уровне окна. Так, что там у нас такое? Нормально пока все? И спрячусь-ка я вот сюда. А, хорошо. Здравствуйте, приплыли. Где свет-то, эй, родные мои? Ну, давайте я возьму тогда фонарик, что ли. Что там пишет? Радио забормотало, кстати, ребят. И на непонятном языке что-то там бормочет себе. Опять, опять голос Банши, кричащийся. О, да там не только Банши, там, по-моему, еще какие-то... Зачем? Затем? Зачем ты это сделал? Бум, и взорвалась. Все, отговорил опять на этот раз радио наше. Она еще и загорелась. Кидри, а не фени. Давай, гори. О, не надо только дом-то, блин, поджигать мне. Черт, мне это не нравится. Ой, елки-палки, еще и в капкан свой ляпался. Засмотрелся на огонек. Да вылазь ты быстрее-то. Ну, Федя, ну в самом деле-то. Ну, вырывайся. Я надеюсь, пламя-то не будет дальше распространяться? Нет. На одном месте стоит. Лампочки не работают вообще. Эй, так что еще такое? Не понял. Что за чудила там вылез? Кто такие-то? Не врублюсь я. Горящие какие-то аборигены или люди? Вообще ничего не вижу, а. Но кто-то ломится, это точно, я вам говорю. Давай, гады, подходите. Вообще ничего не вижу, блин. Так, кто-то, кто-то идет. Или это огонь там, не пойму я. Так, время, время 4 часа. Осталось немного. Еще столько же. Да кто же ломится-то там, а? Так долго. Оу. Кто такие? Оу. Щет. Черт, меня зажгли. Окружили. Я вообще ничего не могу сделать. Да вы посмотрите, сколько здесь, а. Черт, тебя подери. Все, ребят, я просто не могу двинуться. Да. Ну и ночка. Какой-то ад сплошной. Йо, нифига их там сколько. Я в любом бы случае не смог бы здесь выжить, как бы этого не хотел. Ладно, хорошо. Утро. Пойдемте, наверное, закупим тогда, наверное, патронов с вами. С радио, к сожалению, почему-то ничего не произошло. Ну, ага, вот они, мои ресурсы. Ладно, надо все подобрать, поторговать маленько. И не понял. А где моя троица-то? Здравствуйте, приплыли. Так, давайте тогда делать вот так. Все здесь объединим. Проволочка, проволочка идет. Ага, вот сюда воткнем. Грибы. Грибы, в принципе, вообще нам уже не нужны. Тряпки. Давайте сюда поставим. У меня вообще боеприпасов очень мало. Как я буду дальше-то здесь драться без этих, без моих торгашей? У меня два пустых баллона. Один, кстати, можно было бы продать. Ладушки. Да, вот это подстава, ребята, к сожалению. Ну что же. У нас не остается выбора, как идти и смотреть на пепелище и разговаривать с дедом. Может быть, он нам что посоветует, предложит. В общем, побежали. Новая запись в дневнике. Пепелище. Слушайте, а где дед-то у нас? Деда я не вижу. Странно. Очень странно. А куда дедок-то делся? Блин. Что мне теперь делать? Ага, вот здесь вот стояло дерево. Сейчас от него одна труха, я смотрю. Ничего не осталось. Ух ты, загрузочка. Неужели мы сейчас с вами куда-то переместимся? Время. 9.00. Я не могу сейчас этого сделать. Это я, ребят, нажал на карту. Посмотреть карту хотел, но не вышло почему-то у меня. А почему время остановилось? Сломанная дверь. Открыть. Петни шиша не видно. Шкаф. Пустой. Ничего нету абсолютно. Сломанный колодец. Веревочка. Так, а здесь у нас какие-то... Это, я так понимаю, корни, да? Корни дерева. Почему время-то остановилось? Опять мы в каком-то измерении. Дорожка. Из серого кирпича. Прям как в стране ОС. Так, что... Из трещины на асфальте вытекает бесцветная мазь. Понятно. О, рюкзак, что ли, чей-то лежит? А это кто там такой? Рюкзак. Два факела дают. Знак осмотреть. На знаке виднеется перечеркнутая надпись «Темнолесье». А это кто такие? Не пойму я. О, ребят, смотрите-ка. Это же наш дед без ноги. Этот старый коллега из деревни. Ползет, смотрите, на руках. Куда он там? Дорога домой? В плане дорога домой. Ребят, мы что, с вами вышли на дорогу домой? Да ну, не может этого быть. Вы посмотрите, сколько трупов здесь лежит. И все почему-то шли по этой дороге. Смотрите, эти аборигены здесь. Непонятные какие-то вообще хрен знает кто. Сросшиеся какие-то люди. Прям целыми группами. Офигеть. Все хотели попасть домой. Но получилось только у меня и у коллеги. А может быть это обман какой-нибудь, а? Домой дорога, конечно. Старый зелок стоит. 25 километров до ближайшего города. Слушайте, а может я могу сесть за него и доехать? Ага, конечно. Губешки раскатил. Жаль, конечно, жаль. А так бы я на нем эти 25 километров. Но, по крайней мере, звук не поменялся. Как в игре он был, так и есть. Ого. Вот тебе и дорога домой. Тупик. Да они издеваются надо мной просто-напросто. Куда идти-то надо? Не понимаю я. Так, погодите. Может быть сюда? Тут все-таки какая-то зелень начинается. Ох, и не знаю даже, что и сказать. Неужели это на самом деле дорога домой? Или какая-то очередная обманка или глюк? Потому что время остановилось. 9.00. Оно никуда не идет, не двигается. У нас такое обычно было, когда мы попадаем в какое-нибудь измерение с вами. Где очередная ловушка или очередная подсказка какая-нибудь. Но тут все как-то немножко по-другому. Черт, опять темни наступает. Все темнее и темнее становится. Давайте-ка побежим. Ага, опять воронье. И? Эпилог. Что-то мне не нравится эта местность. Опять старые знакомые корни. Опять эта сухая земля. По-моему, просто надурили нас. С дорогой домой-то. Или же нет. Куда я иду? Хрен его знает. Так, ну там, смотрю, вроде как солнце. Солнце светит. Причем капитальное солнышко такое. Ребята, вы узнаете музыку? Эта музыка нас спасала каждые восемь часов утра. Это знак восходящего солнца. И сейчас, в данный момент, она играет здесь. Неужели на самом деле мы с вами выбрались из этого темного, темного мрачного леса? Ребята, смотрите, линии электропередач пошли. Ёлки-палки, как же я рад вас видеть, а? Линии вы мои родные. Черт подери, куда? Где мой дом? Я хочу домой. Ой, я хочу домой. Вау. Наверное, надо идти вдоль них. Они стопудово меня приведут в нужном направлении. Это что такое? Это какие-то гаражи, сарайки. Я не знаю, что, но это и не важно. Колодец, урна. Пофиг мне. Скамейки родные. Ой. И улетели. Бабуль, ты живая? А хлебушек остался. Слушайте, ну, по-моему, адекватная бабушка кормила голубей. Так, кто-нибудь еще попадется мне, а? Хоть кто-нибудь. Ох ты. Многоэтажки. А куда же мне идти-то надо? Может быть, это мой подъезд? А, вон, смотрите, кто-то сидит еще. Соседка. Моя соседка с первого этажа. Здравствуйте. Добрый день. Значит, это мой подъезд? Так, куда идти? Пока не знаю. Давайте вот сюда. Дура. Это моя площадка. Велосипед. Он стоит тут, сколько я себя помню. Странно, что его еще никто не украл. Хе-хе. Прикольно. Ага, я поднялся этажом выше, получается. Отлично. А это кто такой? Уборщик? Ну, здравствуйте. Давно я вас тут не видел. Да и я тоже вас давненько не видал. Соскучился уже. Цветы до сих пор растут. Хоть я никогда не видел, чтобы кто-то ими занимался. А может, они питаются выброшенными в горшок окурками? Ну, все может быть. Интересно, а где моя дверь? Это лифт. Так, деревянная дверь. Открыть, закрыть, что-то не могу понять. Вроде как... Вроде как открывается, но в то же время не открывается. Странно, да? А здесь что у нас? Старый шкаф. Кому-то, наверное, не хотелось нести его по лестнице, чтобы выкинуть. Мне интересует, где моя квартира. Дура. Что-то какой-то длинный слишком коридор-то у нас здесь получается, а? Слушайте, может, это какая-нибудь ловушка? Я уже... Я уже не знаю. Использовать ключ. Наконец-то я дома. Слушайте, ребята, на самом деле все. Я попал домой. Шкаф. Это мой шкаф. Снять плащ, уйти. Конечно, снять плащ. Заперто. Здесь нужен ключ. Привет, Шурик. А, это собака моя. Погладить. Слушайте, если меня так долго здесь не было, как же собака выжила? Ткань. Хороший кусок ткани. Ключ от спальни. И, опять же, ткань. Сколько тут ткани-то, а? Мой телевизор. Черно-белый рубин. Настоящая роскошь. Увы, сломан. Так-так. Я очень устал. Я хочу лечь в нормальную кровать. Это уже, это уже, ребят, по привычке. Передвигаю тут все. Так, нужен ключ. А у меня не от нее ли ключ? А именно от спальни. Моя кровать. Это моя кровать. Белое мятое постельное белье выглядит так, будто я только что проснулся. Наконец-то. Я чувствую, как подгибаются колени. Как все тело наливается свинцом. И мне чудовищно хочется спать. Это было тяжелое путешествие. Сколько дней не человеческой муки. Лечь спать. Меня охватывает блаженное чувство безопасности и счастья. Да, Федька. Сколько же нам с тобой пришлось пережить за эту игру. Ну что же, давай ложись спать. Ты заслужил, я думаю. Интересно, а концовки здесь в этой игре разные? Или вот всегда кончается именно так? Как же я тебе завидую. А, смотрите-ка, укрылся даже еще. Спокойной ночи, Федя. И пока. Было приятно играть за тебя. Удачи тебе. Не болей и не попадайся больше в лес. Шум распротершегося до самого горизонта леса долго не давал уснуть незнакомцу. Однако усталость взяла над ним верх, и мужчина наконец-то погрузился в глубокий и такой долгожданный сон. Сожжение дерева вновь открыло для многих удрученных жителей леса дорогу домой. И только трое одетых в лохмотье чудаков рыдали над горсткой пепла. Доктор, опасаясь в месте человека, одетого как огородное пугало, спрятался в лесной глуши. Преследующие его непонятные видения привели сельского врача на грань безумия. Однако со временем они стали для него обычными посланиями, а лес стал его новым домом. Да, конечно, про Доктора много чего тоже непонятно было для меня, по крайней мере, так же как и про Оборотня, и про остальных всех героев, которые здесь были в этой игре. Оборотень с триумфом вернулся в убежище, кичаясь, упиваясь своей добычей. Однако вкус этой победы не мог заглушить его единственного страстного желания. Интересно, какого? Навалить еще кучу и отправить кому-нибудь? Хе-хе-хе. Живущая с курицами женщина осталась в деревне, чтобы ухаживать за своей больной сестрой. Однажды она услышала доносящийся из комнаты своей подопечный грохот. Когда птичница туда прибежала, то увидела, что дверь выломана, а комната пуста. От сестры осталась только старая кровать да прохудившееся одеяло. Ребята, это знаете, кто постарался? Конечно же, конечно же, скрипач. Он похитил ее, потому что мы отдали ключ именно от этой комнаты. Мальчик со скрипкой похоронил своих родителей и вернулся в силостную башню. Он выбросил свой граммофон и скрипку и начал вслушиваться в шум леса, который успокаивал его хаотичные мысли. Однажды он оставил свое прибежище и пошел в лес, следуя за материнским голосом. Вот видите, какая история у мальчика со скрипкой. Слушайте, а может быть это не он похитил, а оборотень? Ладно. Петрик взмыл на своей ракете высоко над верхушками деревьев. Он улыбнулся, увидев из окошка своего космического корабля, как с огромной скоростью уменьшаются звезды Млечного Пути. А про калеку вы мне напишите что-нибудь? Заколоченный дом на болотах стал для троих детей тюрьмой. Старший сын со времени побега сидел в своей комнате, в запретии еще долго вспоминал свою единственную вылазку в лес и посещение обросшего грибами дома. Ёлки-палки, этих парней-то можно было бы как-то спасти или нет? Да, жалко паренька. Обитатель домика возле свалки отправился в лес, следуя за отдаленными шепотками. Будучи практически у цели, он застрял между большими корнями деревьев. К его огромному тулущу быстро начали слетаться оголодавшие птицы. Чувствуя приближение смерти, он начал пытаться высвободиться из тисков корней. Но обессиленный долгим путешествием, он с ними не справился и упал лицом в грязь. Перед смертью он увидел в луже свое отражение, большую голову улитки. Он решил, что никогда ему еще не снился такой странный сон и захотел проснуться. То есть, я не понял, улитка думала, что он человек? Хе-хе-хе, получается так? Ну вот, дорогие мои друзья, мы и прошли игру Darkwood. Очень сильно она мне понравилась. Надеюсь, вам понравилось смотреть также мое прохождение этой игры. Много, конечно, мы с вами пережили. Мне понравилась задумка, атмосфера, музыка. В общем, в этой игре было все, что нужно для хоррора. Несмотря на то, что она сделана в определенном графическом стиле. Ну, а на этом мы будем с вами закругляться. Увидимся уже с вами в новых видосиках. Все, всем пока, удачи и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!